Это джемоте, первый проезд. Здесь продолжается сезон. Народ массово пришел на море. Полиция, кинологическая служба приехала на пляж. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас из города-курорта Анапа. Меня зовут Юрий Азаровский. При этом всем черноморские. Только что вылез из моря. Провел там около двух с половиной часов. Сегодня погода просто весенняя. Море плюс 18, воздух до 21 на солнышке. И 17 в тени градусов. Сейчас тучками затянуло, конечно. Но мы успели на прогнозе закатнуть. Все получилось хорошо. У нас в Анапе нашли бомбу. Авиационную, говорят. Возможно, времен Великой Отечественной войны. Пока информации в СМИ очень мало. Но стоили в районе туристического прохода к морю в Джемоте. Сейчас там дежурят казачество. Саму Мину пытаются либо оттащить от пирса. Потому что если уничтожать ее на месте, то может быть прям беда, печаль. Я надеюсь, что это не ее привезли. Потому что как раз-таки кинологическая служба какая-то подъехала. Там еще что-то может быть. В общем, вопросов, конечно, очень много. Будем надеяться, что все будет хорошо. Ее разминируют без ущерба для материального блага нашего города. Ну, вот такое вот эхо войны. Как говорится, до сих пор находят мирного неба. Всем, ребятки, на сегодня мы отправимся с вами все-таки в Джемоте. Мы находимся сейчас на реке Можипсин. У нас здесь точка старта под южные направления ветра. Так, поедем где-нибудь в Джемоте остановимся. На кадрах видите опустевшее Джемоте, мои дорогие. Пасмурная. Сегодня у нас был дождик, который после себя принес нам ровные потоки воды, которые неслись по Анапе, в том числе подтапливали немножко и в районе Джемоте улицы, но без каких-то глобальных последствий. Так, что все хорошо. Если вы думаете приезжать и заниматься променадом, даже купаться в море, море сейчас плюс 18 градусов, напоминает великолепная погода. Люди купаются. Причем я сегодня, когда катался, видел около пяти человек, которые приходили, купались. Просто, говорится, иметь надо желание. В Джемоте мы будем смотреть первый проезд. Пятерочка, магнит. Все работает, все хорошо. Сегодня, кстати, паника была у всех. Не работал приложение Азбербанка. Бизнес остановился, все остановилось. Карточки пользуйтесь, ребята. Хотя у меня самого нету, советы таки я раздаю. Что мы имеем в сквере, который здесь? У нас имеется, ну, амброзия вроде бы укосилась. Трава сама выпилилась, лавочки не появились. В общем, такой набор. Когда я проезжал сегодня в сторону реки Можипсин, здесь воды было гораздо больше. Вообще невозможно было даже перебраться. по Пионерский проспект в этом месте, чтобы не замочить ноги. Сейчас здесь стало, как бы, получше в этом плане. Отсутствие Ливнева говорит о том, что проблема, в принципе, у нас не решалась. И, по чему, к сожалению, может быть, увидим еще каких-то туристов, какую-то жизнь на Джемотене. Будет интересно посмотреть. Тут, смотри, ремонты начались. Привезли лодочку. Начали строительный мусор, куда будут загружать. Реконструкция. С этой стороны у нас уже практически ничего не работает. Но один ролет с теплыми вещами. все-таки еще функционирует. То есть можно прийти, купить какие-то теплые вещи себе. Если вдруг вы приехали в Джемотене и ничего с собой не взяли. Бизнес есть. Это уже хорошо. Многим непривычно видеть эти места, когда ты смотришь на них отдыхающего глазами. гуляешься здесь огромное количество просто людей. Много которых продают товаров этих самых, да, там ароматов, запахов. Сейчас идешь, все забито, закрыто. Апокалипсис нафиг. Ну нет, просто сезон закончен и в таком формате все дальше живет остальные, пускай восемь месяцев, да, возьмем, будем надеяться, что у нас четыре месяца здесь кипит жизнь, а потом восемь месяцев все выглядит именно вот так вот. Поэтому здесь и цены такие, что люди за эти четыре месяца пытаются заработать себе на весь год. Если бы у нас сезон был бы круглый год, я думаю, что с ценниками было бы получше. Да, немножко с водоотведением здесь не реализовано. От слова совсем водичка везде стоит, но по тротуарам идти можно в посуху. Это уже большой плюс. Столовая Б-52, внутри висит российский флаг. В принципе, больше никаких уже познавательных знаков нет. Чем это, кстати, одно из самых таких популярных направлений, в котором отдыхает огромное количество наших дорогих туристов. Всем им большущий привет. Вот у вас, кстати, большущая просьба, если вы где-то что-то ели, где-то что-то пробовали, может, что-то интересное можете рассказать об этих местах, обязательно пишите, нам будет очень классно послушать вас. Потому что вдруг что-то я пропустил в этом году, что-то не увидел. А вот такие бацы, всю правду матку нам рассказали и поделились важной информацией. А так сейчас ничего не работает. Знакомые названия, все в заборах, все в воде, особенно в пасмурную погоду. Абсолютно не живым все здесь выглядит. Мы ждем следующий сезон, ждем, когда наступит новое лето 2024 года. Дай бог, чтобы оно наступило. Вы приедете, здесь все закипит. Возможно, появятся лавочки, высадят деревья, зеленые аллеи, чтобы тень у вас была. В общем, все будет хорошо и прекрасно. Как бы, по крайней мере, на это надеемся. Так, там что-то ругаются. Это улица Виноградная, если что, мы дошли. А та, которая была подтоплена немножко, то была улица Песчаная. Мы идем по первому проезду. Как хочется зайти в гости к кому-нибудь в торговый павильончик. Из наших, так сказать, знакомых, продающих фрукты, овощи. Получить их улыбку. Но, по большому сожалению, нет. По крайней мере, не сегодня. Пишут мне, Юрий, давай трансляции, давай, там, то есть, ну, будут эфирчики, не переживайте. Постараемся на выходных погулять просто после прошлой трансляции. Там кучу негатива навыгребали. И совершенно не хочется, чтобы он был. Ну, поэтому пишем видео, сюжеты. Здесь мы можем, если что-то не то сказали, подредактировать. Будем, как говорится, как топ-блогеры России все, косяки убирать. Хотя практически онлайн вам снимаю видео сюжеты. Здесь у нас затопленный колодец, но зато нет воды. Чтобы в Анапе накрыли лабораторию по производству каких-то наркотических веществ. Я в них вообще ни в зуб ногой не разбираюсь. Но фишка в том, что, блин, чего такого в Анапе нет. Недавно у нас обнаружили девушек несовершеннолетних, принуждаемых к занятиям интим-услугами. И там секс-салоны всякие разные позакрывали. Теперь лаборатория по производству наркотиков. Вот бомбу нашли у нас в море. Слушайте, Анапа просто место притяжения всяких разнообразных событий. Чего здесь только не происходит. Подробнее следите в нашем телеграм-канале. Там все пояснения появляются гораздо раньше. Юрий Озаровский в поиске. Либо ссылочка в описании. Ну, либо английскими буквами море Оз набирайте и не ошибетесь. Мы будем вас там обязательно очень рады видеть. Ну, в общем, юбилейный немножечко водичка там есть. В основном все сухо и хорошо какие-то лужи. Но это был всего лишь один небольшой дождик. Здесь я смотрю, что готовят тоже гостиницу к зимовке. Даже кондиционеры, чтобы они пережили, заматывают пакетом. На самом деле, очень агрессивная морская среда, которая уничтожает все железо и делают абсолютно правильно. Здесь тоже такой проход у нас. Дюны все больше отгородили. И как бы здесь они куда-то исчезли. Мусор какие-то, листья. Надеюсь, что придут, уберут. Кому-то тоже по-любому. Нужна чистота. Не только нам хочется эстетически наблюдать красивое море. Мы, в принципе, уже до него добрались. Здесь тоже были разнообразные благоустройства. Сейчас даже канаты повытаскивали. Потому что зимние шторма не сидят ничего. Все, что можно убрать, люди убирают и оставляют до следующего, как говорится, сезона. У себя на складах, чтобы потом уже это все восстанавливать. Здесь ребята сидят немножко выпивать, на море смотрят, удовольствие получают. В общем, красотища, не то слово. А море у нас сегодня, видите, какое суровое сейчас стало. Хотя я начинал сегодня каталочку. И у нас была просто невероятно классная погода. Солнечно, красиво. Кто видел наши видео в телеге, я думаю, это оценят обязательно. Сейчас же здесь прям грустенько и печалька. С одной стороны, с другой стороны, море может быть всегда только хорошо. Жалко, вы на видео, наверное, не увидите. Там с правой стороны еще есть ребята, кайтеры, которые остались и продолжают кататься в море. Как говорится, да, он должен. Побольше ветра, чтобы они не зря приехали. У меня уже, как говорится, и сил нет. Вы сидите, два с половиной часа в море. Часто задают вопросы, говорю, почему вы сейчас не купаетесь. Вы просто все дело в том, что уже насладился морем, да. И зачем тебе в него еще раз лезть, когда ты там прям чувствуешь волны. Но, кстати, сейчас волна стала гораздо меньше. Какая прям слабенькая. С утреца была очень хорошая. Опять-таки, смотрите в телеграм, там все это полностью показал. Так, мины у нас нашли, ребят, возле того пирса Джима Те. Это, если вдруг вас интересует эта тема. Ну, я не вижу смысла ходить, рисковать своей жизнью. Там сотрудники работают. Сейчас, тем более, волна. Кто уже знает, когда может долбануть она. Как будет вся информация, как говорится, полностью у нас, то вам расскажу обязательно. Ее всегда в телеграме. Потом уже здесь на YouTube обязательно. Пишите, где вы хотите трансляцию посмотреть. Где прогуляться. И, кстати, машинка уже работает в зоне СО. Спасибо еще раз всем, кто помогал. Подробнее в видеосюжет смотрите у нас в телеграм-канале. Вот так вот, не зря ходили, собирали денежку, поддерживали наших солдат. Я в душе каждому благодарен, кто у нас живет не по принципу. Меня это не касается. Я где-то там в сторонке. Чувствую, что помощь нужна и помогает нашим дорогим солдатам. Потихонечку, полигонечку мы собрали и помогли. Это самое главное, ребятки. Массовые купания на пляже Джимоте, друзья, для вас. Вот так вот ребята пришли, пошли купаться. Наслаждаются морем в полной мере. Главное, чтобы не рисковали дальше этого свала. Никуда не заходили. И тогда все будет у них прям хорошо и великолепно. Ребята спортсмены. Поэтому я думаю, что пройдет все очень-очень хорошо. Малявки наблюдают за старшими, как те покоряют море. Все под присмотром тренера. Как говорится, дай бог всем здоровья. Вроде дальше не идут по поясу. Этого, в принципе, должно быть достаточно. Так что пока вы где-то там все мерзнете, у вас снег идет. То есть у нас здесь народ покупается в морюшке. Водичка-то теплая. Я же не зря вам говорил об этом. Здесь продолжается сезон. Народ массового пришел на море. Позагорать, жалко, солнца нету, да? Ну, покупаться, собственно, почему бы и нет. Главное, делать это безопасно. Еще, знаете, самое интересное, ребята. Когда-то зашли в море, глазит, оттуда никто не спешит. То есть они купаются, наслаждаются. Это вот говорит о том, что море очень чистое, теплое, классное, манящее. Не хватает только вас, чтобы приехали и кайфанули по полной программе. Желаю, чтобы у всех была такая возможность. Это еще красотища. Сам бы с ними нырял бы, но я сейчас еще много времени провел в море. Мне кажется, они уже минут пять точно в море. Вместе с тем, те ребята чуть далековато уже в горку шли. И тут вот девушка пошла купаться. Лето продолжается. Я прям завидую. Но море честно тепло. Прям честно, честно, честно. Прям весеннее. Не скажешь, что летнее, а весеннее. Это море я очень люблю. Сам бы купался. Но, как говорится, мы будем только посмотреть. Прилет такой по девушке в море. О, еще один подсоединился. Не удержался. Народ купается, наслаждается. Главное, не рискуйте, ребята. Не уходите далеко. Все было хорошо. Спасать сейчас некому, только своими силами. Девушка, которая снимает, ее уже несколько раз облило. Я думаю, она уже пожалела, что снимать пошла. Вот как волны манят. Ребята потихонечку-потихонечку заходят все дальше и дальше. Потому что, главное, как говорится, что без риска для жизни. Все хорошо, друзья. Ребята откупались, все потихонечку выходит из моря. Так что, все живы, здоровы. Это самое главное. Пошли переодеваться. Что еще детям надо? Море, спорт, здоровье. Ну, а девчоням красивые фото. Ребята там, в общем, отдыхают под навесиком, который девушка купалась. Ну, все. И теперь точно морюшка вам, ребят. И хорошего настроения. Тем, кто купается, хорошие закалки, чтобы все у них получалось. Великолепно. Сейчас море у нас плюс 18. Температура воздуха плюс 17. На солнышке их решение было почти 21 градус. Ну, а с вами был Юрий Азаровский. Вам всем привет, Черноморские. Ну, и морюшка для вас, ребятки. Жду вас в комментариях. Обсудим в таком месте, погуляем с вами обязательно всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok